Приветствую вас, давайте смотреть. Человек с повышенной самооценкой, это тот, кто считает, что он в порядке, у него всё хорошо, а у других людей не в порядке, у них всё плохо, да, то есть, ну вот, человек с повышенной самооценкой. Рассуждаюсь примерно так. То есть, я плюс, вы минус, да? Соответственно, давайте подумаем, давайте подумаем, откуда может взяться такая позиция. Такая позиция может взяться из-за того, что, по-видимому, ребёнку в детстве было лучше без взаимодействия с, ну, с родителями, да, с близкими, вот. Ребёнку было лучше, когда его не трогали. Ребёнку было лучше, когда он был в покое, когда он находился в покое. И, соответственно, так у него проявлялась вот эта вот завышенная самооценка. Давайте подумаем, если источником такого восприятия себя является негативное отношение людей, да, близких, без которого маленький человек чувствует себя хорошо, то, ну, наверное, наверное, он будет стремиться к тому, чтобы этого, ну, значит, взаимодействия как-то избегать. Да? И если человек стремится избегать взаимодействия, значит, ему не хватает чувственной обратной связи. А если человеку не хватает чувственной обратной связи, то он будет стремиться её получить. Как получить? Скорее всего, только за счёт чувств других людей. Да? А что для этого нужно сделать? Ну, по мнению, вот, по мнению человека, да? Для этого нужно причинить негатив, причинить боль. Потому что, ну, других проявлений. Внимания, значит, близости. Человек не знает. И, соответственно, таким образом можно назвать человека именно садистом, в том смысле, что с помощью причинения боли другому человек пытается понять себя. А вот мазохистом, мазохистом, такого человека можно назвать вряд ли, потому что он стремится к внутреннему благополучию, которое невозможно для него, если ему причиняется негатив. Вот. Поэтому сам человек, скорее всего, негатив по отношению к себе терпеть не будет. Поэтому в большей степени у людей, завышенной самооценкой, может быть выражен садистом. А мазохизм, то есть мазохизм, да, если есть, то, значит, в куда меньшей степени. Вот так я бы вам ответил на ваш вопрос. Конечно, все люди индивидуальны и в каждом конкретном случае бывают свои причудливые особенности, которые нужно изучать более подробно. Но я полагаю, что вот так можно вам ответить. То есть вот цепочку просто проследите, да. И я полагаю, что вам, в общем-то, в общем-то, все сразу станет понятно. Тут другой момент, на мой взгляд. Есть, что люди, они очень часто путают садизм и мазохизм. Вот, потому что, несмотря на то, что это разные вещи, используются они в быту, порой, знаете, ну, порой они используются в быту один к одному. То есть там, где есть одно, там обязательно есть и второе. Ну, на самом деле, опять же, на языке психологии, да, это не так. И садизм имеет одну природу, именно садизм является собой одну природу отношений, да. А мазохизм является собой совершенно иную природу. И мне кажется, что этот момент необходимо учитывать, ну, если вы интересуетесь этой темой, да. Садизм – это тот, кто причиняет негатив другим, а мазохизм – это тот, кто кайфует от причиненного негатива ему. И подоплёка, подоплёка здесь у обоих типов поведений, да, подоплёка совершенно разная. Вот. И мне кажется, что здесь важно различать эти моменты. А с садом мазохизм встречается, конечно, но что-то всегда первичное, а что-то всегда вторичное. То есть, как бы, не бывает такого, чтобы человек был и садистман, и мазохистом одновременно. То есть, может быть, что-то одно является, как бы, ценой, да, за другое. Такое может быть. Но на бытовом уровне, на бытовом уровне, я всё-таки считаю, что садом мазохистов не бывает. То есть, бывают вот люди какие-то одни, да, вот какие-то одни люди бывают, а садом мазохистов нет. Вот. Насчёт самооценки, ну, опять же, понимаете, ага, как бы здесь ситуация, на самом деле, не такая однозначная. То есть, вот вы говорите, что завычная самооценка. Продокс в том, что завычная самооценка, это всегда нарциссизм. То есть, нарциссический тип личности. Так. А нарциссический тип личности, это своего рода, ну, перфекционизм, да, то есть, ну, понятно. Стремление к идеалам, вот, всякое такое. Но, вместе с тем, это же и обесценивание себя, потому что идеал, по, я надеюсь, понятным причинам, во-первых, недостижим, как правило. А во-вторых, он всегда находится вовне. Он, как бы, стимулирует человека, значит, значит, ну, стимулирует человека к тому, чтобы обесценивать себя. Еще дальше. Еще больше. Вот. Поэтому самооценка здесь, это просто миф. Это просто миф, и это не является чем-то, что, вот, действительно имеет место быть. Это самообман, по сути. Так что не позволяйте себя обманывать, не позволяйте вводить себя в заблуждение. Вот. А, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.